Всем привет! Вот погас свет как раз. Только я собрался снять небольшое видео. Ну ничего, сейчас поправим. Ребята, решили мы сделать поездку практически спонтанно. Выпал отпуск у меня и у моего коллеги по работе, который сейчас, кстати, грузит свои мешки и несет их в машину. И мы решили рвануть на Ахтубу, среднюю Ахтубу. Мы выезжаем из Москвы, сейчас мы находимся на Таганке, и рванем сразу через Волгоград, куда-то под Капустин Яр. Едем примерно, едем первый раз. Мы там еще никогда не были, рыбу там не ловили, дорогу вообще ничего не знаем, просто совершенно спонтанный поступок. И, соответственно, хочу снять для вас фильм такой поездки, какие возникнут сложности, что придется преодолеть, какая там ловится рыба. Ночевать мы будем в палатках. Едем на Volkswagen Jetta. Это мой багажник. Я думаю, что я для Drive-2 выложу этот фильм, посмотреть о том, как из Jetta можно сделать небольшой экспедиционер. Вот такая тема. Ну и плюс к той новости, что у меня с турбинкой был передух. Вроде бы получилось что-то сделать. Мне кажется, что там из-за вакуумной трубки была проблема. Ну, я думаю, что пробег более двух тысяч покажет. Я уже проехал с момента проблемки несколько тысяч километров, и еще плюс две. Я думаю, что все там исправилось, все нормально. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что получится из этого. Ну вот, мы прошли платный участок под Каширой. Дальнобойщики что-то в канале переговариваются. От Москвы проехали, наверное... Вот сейчас будет знак, посмотрим, сколько мы прошли. Заправились. 78-й километр. Идем пока М4. Ночь, время 23.33. Пока позитивненько и бодренько себя чувствуем. Вот такие дела. Ну, посмотрим, сколько мы сегодня пройдем без остановки. Итак, время уже половина третьего ночи. Осталось нам 89 километров до Тамбова. Пойдем вокруг Тамбова. Дорога, в принципе, неплохая. Дорогу очень нравится. Машин мало. Ехать, в принципе, одно удовольствие. По сравнению, сравнивая с Киевским шоссе, гораздо-гораздо лучше. Тем более, в этом году на Киевском шоссе ремонт. И там вообще практически ехать невозможно. Идем пока... Фу-фу-фу, очень хорошо. Ну вот, время 3.18. Объездная вокруг Тамбова. Доехали до Тамбова. Нам осталось 492 километра до Капустина-Яра. Пока все отлично. Ну вот, мы проехали мост через реку Хопер. Сейчас 4.58 утра. Что у нас тут еще? Мы в 340 километрах от Волгограда находимся. Дорога до сих пор вполне себе неплохая. Конечно, немножко ухудшилось. Но ям, которые были обещаны интернетом, нету. Пока, по крайней мере. Начинает светать. Вот 4.58. Да, немножечко посветлее стало. В общем, вот так. Все нормально. Пока едем, чувствуем себя бодро. Я думаю, что в следующий раз включение уже из Волгограда будет. За 250 километров до Волгограда началась такая же фигня, которая происходит на Киевском шоссе в этом году. Прямо вот один в один, то же самое. Также полосу одну ремонтируют, другая полоса проезжие со светофором. В общем, я надеюсь, что это не до Волгограда будет, потому что на Киевском шоссе можно было полдня потратить на то, чтобы проехать достаточно небольшой участок. Надеюсь, что машина сейчас пока мало идет, и мы проскочим. До этого все шло неплохо. Ну, вот так вот. Рассвело. Расцветать начало в 5 часов. Сейчас. В 5.32. В 5.30 в принципе можно уже ловить. Да, в 5.30 можно начинать ловить. 7 литров средний расход показывает по трассе. Заправил я бак не на полный. Вот одна черточка оставлялась в Подмосковье. И вот мы на одном баке прошли 607 километров. Еще осталось. Наверное, километров на 800 бака хватит. Но это с учетом того, что он был неполный. В общем, как-то так. А мы все едем и едем. Проехали мы уже 763 километра с момента заправки. А в общей сложности прошли уже почти 900 километров. Погода отличная. Светит солнце. Едем без остановок. Еще даже не останавливались. Есть. Саша отдыхает. Набирается сил, чтобы разбить лаги. Военные колонны навстречу нам опять лопались. И до Волгограда нам осталось 99 километров. И вот до Волгограда осталось 50 километров. Решили остановиться, перекусить. Уже 8 часов утра. Температура уже 20 градусов. Жара. Небо голубое. Ну, нужно загорать во всю. Да. Тепло, хорошо. В общем, сейчас будем продвигаться в сторону Волгограда. Закупаться там всем. И на среднюю автобу. На переправу. Ну вот и Волгоград. Вот виден. Спускаемся с сопки. Сейчас я думаю, мы заскочим на новую. Там будет видно лучше. Становится жарко. Прям нереально. Солнце печет. Да. Солнышко здесь после Москвы, в которой там уже холодно, собственно говоря. В Москве уже осень настоящая. То здесь очень даже ничего. Но это днем. Ночью мы ехали. Ночью было достаточно. Вот в майках, футболках выходили. А сегодня хотя уже 25 сентября. Да. 25 сентября сегодня. Вот идем. Вон появился. Трубы Волгограда. Слушай, даже уши иногда закладывают перепад высот. Да. Сопки на сопки. Волгоград. Городище 200 метров. Волгоград прямо. Волгоград тянется как раз вдоль Волги. На холме. Вдоль Волги все тянется. Вот эта центральная улица. Она тянется вдоль Волгограда всего. Сейчас бы найти еще на дектор. Здесь какое-то поселение. Нам бы еще найти ММФ Курган. То есть, скажешь, что... Сейчас мы будем искать ММФ Курган. Да, Гарри. Вот мы приехали в Волгоград. И, собственно, из того, что мы сейчас заметили, это вот достопримечательность самая главная. Волгоградская. Это Ашан. И мы сейчас отправляемся именно туда. За покупкой продуктов. Так там нам жить еще неделю. Ну, или дня три. В зависимости от того. Так, ну вот мы и прибыли на местную дисплокацию. Волгоград. Пойдемте посмотрим. И сразу, что хочется сказать, это очень пыльный город. Когда заезжали, а там завод находится, от него идет просто облако какого-то дыма. Всем привет, ребята. И вот я на Малаевом Кургане. Видна река и прекрасный завод, из которого неимоверная какая-то пыль исходит, от которой, когда мы проезжали, просто заложила нос, резала горло. В общем, ужас. Какой-то выброс идет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас поднимемся по лестнице. Там наверху играет музыка. Какой-то ансамбль военный. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Курсанты, мальчишки и девчонки стоят. Сверну караул. Снимай, снимай. Ну все, мы побывали на Малаевом Пургене. Сейчас мы будем продвигаться в сторону Топустицного Яра. Все, мы идем на выход. Видим памятники с обратной стороны. Конечно, тут вид открывается сверху Мамаева кургана. Просто великолепный. Мы довольны, что сюда прибыли. Ну, увидимся уже на рыбалке. Время. Сверху. Время. 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 Выйдем. Выйдем. Хочешь смотреть? Смотри. Вот такая вот она Санёк, дуй Смотрите Да поздно Приехали Ну а теперь бутербродром Воспустим Пролечай Саша Шарман Капа 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 Отдельный привет хочется передать нашему другу Саше Кривасу Джиперу, который отказался от ребра нам налево Отказался от ребра поездки и правильно сделал В продолжение темы мы приехали к паромной переправе Сейчас будем переезжать Вперед 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 ну а пока все жарит пойдем прогуляемся растительность не богатая совершенно и в основном растет вот такой вот трассник но среди всего этого безобразия очень часто встречается вот такая вот трава на нее кстати если ее смешать с тестом хорошо ловится кап берете обычное тесто смешать режете мелко эту траву она имеет очень характерный запах смешиваете с тестом и из нее бойло делают и так сегодня третий день нашей рыбалки третий раз мы сменили место приехали относительно недареко от 1 обосновались вас разбили лагерь вчера мы были на волге на притоке а сейчас мы опять ушли на начнет ее приток когда подъехали у тех коряг поймали сразу щучку такой на килограммчик с лишним подъехали мы уже в районе где-то 10 утра поэтому рыбалку закончилась очень жарко сейчас несмотря на ветер около 30 с лишним градусов жары ходить жарко пойдемте покажу вчера около волги находились на этом широком месте ловили весь день всю ночь там яма была глубина около 20 метров в итоге там сейчас рыбы нету все что мы успели поймать это два карася но караси достаточно большие а вот 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 Продолжение следует... 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 На ночь поставили карповые и самовьи донки, но ничего не попалось Ставили на рыбье головы, на потроха рыбьи, на лягушку, ничего не вышло Хотя вот именно там, на притоке Волги, очень было много котиров, которые приходили и ловили Ну, видно, люди или какие-то знающие лесбас, потому что ловили на квок Кругом раздавались слева-справа звуки квока А ночью было слышно, как сом гуляет? Ночью, да, ночью был сом, то есть уже непосредственно сом издавал такие звуки, там чавкающие Видно, где-то жировал, там пару моментов было, где был всплеск достаточно мощный, именно самовий А вообще по данной реке очень много жереха, жерех и голавль Вот первая ночь, которую мы снимали, там, ну, как только приехали, первая ставка, где мы снимаем Это именно, мы поймем, на быстром, это же река, где-то в районе, в ту сторону, ну, может быть метров 800 Метров 800 туда мы стояли, вот, наверное, где-то вот там, на заворотине, да, на излучине данной реки Там голавль жерех отменно бил просто, но он днем не бьет, бьет... Причем было полнолуние, все прекрасно видно Нет, Саша, была новая луния, да, практически Я думаю, что полнолуние будет сегодня, если я не ошибаюсь, но мы так по луне Здесь у нас уже отсутствует практически полностью всякая связь Остался один телефон обычный, старый, добрый, все смартфоны с картами у нас отключились От машины зарядить их невозможно, это надо постоянно крутить двигатель, чтобы зарядка шла, да Ну, в общем, вот такая ситуация, поэтому у нас старые добрые телефоны остались, которые держат по две недели зарядки А остальное у нас отключилось, поэтому мы уже на глаз ориентируемся Сегодня выйдет луна, но, как обычно, эта камера ничего ночью не снимает в должном качестве, чтобы можно было кому-то показать Поэтому остается, наверное, поверить на слово И что еще хочу сказать, ветер утихает Да, сегодня что, изменения, сегодня третий день Ну, во-первых, смотрите, здесь, конечно, очень часто ходят катера Вон стоят баночки эти пластиковые всплыли, они здесь, да, не просто так они плавают посреди реки на течении на одном месте Это либо перемет, либо сеть, но, скорее всего, перемет, конечно, стоит По берегу вообще ходишь очень много, находишь переметов, которые были вытащены, часто цепляешься за крючья И в данный момент, где у нас сейчас стоят две донки, и вот третья, и вот где две донки, там сегодня была гадюка, она ушла сегодня Да, кстати, те, кто будет в Волгоградской, Астраханской, да и вообще на юге достаточно много Вот за сколько, за эти несколько дней, за три дня мы здесь увидели, но на самом деле, кстати, не так уж и много Мы увидели одну гадюку и двое ужа Да Да Остального из них я Да, прикончил Практически ни за что В общем, вот такая ситуация получилась Кстати, гадюки, они при виде человека, я вот только спускался, вот буквально за деревом, вот тут вот спускался Подходил А где она лежала, Саша, покажи Я ушел здесь, и я увидел гадюку, она вот где твой спиннинг стоит, два Вот там грелась И она прямо ушла в кусты, и вот так вот плыла туда, дальше Ну понятно, но вообще обычное дело для тех, конечно, кто не знает, и кто первый раз поедет в такие Не бросаются, они сразу пытаются уйти от проблем, как говорится В такие места, кто едет первый раз и никогда не имел дело со змеями, то здесь важно не торопиться То есть идешь себе спокойненько, не бежишь, никуда не спрыгиваешь Она постарается уйти, то есть она вас услышит раньше и уйдет Да, она будет атаковать, только если непосредственно ее прижать Если, да, вы случайно попробуете ее гнать, вы попытаетесь там ее поймать или что-то такое Или около норки вы ее попытаетесь прижать, а она уже пойдет в атаку, потому что ей некуда будет уже деваться Да, она вас укусит только в том случае, если вы достигнете ее врасплох Во всех остальных случаях она вас атаковать не будет, она будет от вас убегать, скажем так Но в таких местах нужно быть осторожным То есть змеи здесь есть, змей достаточно много Местность, конечно, не болотистая, местность сухая, но тем не менее Даже червя негде не копать Да, червей вот накопать Саша переживает негде Ну а в остальном вот так В общем, в принципе, погода замечательная и отдыхается хорошо Рыбалка, конечно, могла бы быть немножко и получше Да, здесь была проблема, да, связанная с тем, что мы вчера поговорили с людьми И говорят, что открыли дамбу на Волге И уровень воды вырос, да Три дня назад была открыта дамба, уровень воды похожа Соответственно, клев прекратился Да, идея здесь изменилась, клев прекратился Ну, кстати, должна она, в принципе, уже не больше трех дней Надеяться на то, что у нас сегодня-завтра клев наладится Да, теперь я думаю, с этого места мы уже никуда не пойдем У нас чисто пешие теперь прогулки будут влево-вправо Здесь коряжники, как вы видите Есть места для спусков Я думаю, что сегодня вечером у нас будет возможность немножко половить судака Ну и если что-то получится, я вам покажу Пока без изменений, все те же два карася у нас в садке и щука Все, что будет дальше, мы будем вам показывать Ну вот так вот, надеюсь, вам понравился этот фильм Наш небольшой импровизированный о нашей поездке в Астрахань Давайте, скоро будут продолжения Всем привет! Сегодня третий день И решили мы из дикого отдыха перейти к отдыху культурному И сейчас поедем на базу Базу мы еще даже не знаем какую Сейчас пытаемся загрузить интернет Которого здесь практически нет Да, интернета здесь что-то слабо с этим делом Сейчас как у нас это получится Сразу рванем на базу Попробуем что-то половить Более серьезное Но, тем не менее, судачка мы поймали Сомика мы поймали Щуку поймали Ну, щуку, собственно, нас особо не интересовало Нас интересовал жерех поймали Главля поймали То есть практически такие рыбы Интересные Которые здесь водятся, мы поймали Ну, а в остальном что? В остальном будем смотреть Теперь нас интересуют трофейные экземпляры Ну, а я не могу сказать, потому что местам Природа на этом полуострове или острове Это отдыхает Ну, ты знаешь, странно Это то место, где у них машина стояла Шаровой выломанной Да И отдыхают-то они практически Здесь же воды нет Интересные Мне почему-то кажется Что эти люди здесь не отдыхают Эти люди оказались здесь Более судеб Какие там Колоритные перчины С длинных Вы сидите, ладно? Я их Всем привет Ну и, наконец, подустав от Того, что постоянно приходится менять места Мы решили не заморачиваться И рванули на базу отдыха Вот такое место Уже, кстати, вечереет Сейчас районе половины шестого вечера Идет баржа Рыбаки начинают расплываться По своим местам Солнышко садится Скоро будет темно Мы, как всегда, пока сопирались Немножко пропустили Но Немножко покажу вам базу Здесь качельки стоят на берегу Все хорошо, красиво Здесь вот мы кушаем Сидим в бесядочке С видом на речку Очень приятно Порадовали цены Здесь такой Бюджетный эконом-класс В котором мы сейчас, кстати, остановились Из нескольких Вот он Небольшой комнатчик На состоящих На три места Также на базе Есть дома Кухня, я так понимаю И раз, два, три, четыре Дома Куча машинок Но база небольшая В арсенале база имеется Туалет, я так понимаю На улице Но в доме, в принципе, должны быть Септики Не спрашивали мы Поскольку мы домом не интересовались Нас Интересует в первую очередь Рыбалка Летний душ Сейчас Саша пошел в душ Теплый Ну и сейчас мы будем Снимать лодку И выплывать Вот наш номер Такой вот дом В номере достаточно темно Поэтому камера, наверное, будет сыпать Здесь вообще все просто Холодильник Телевизор со спутниковой антенной Кондиционер Чайник Ну и три кровати Собственно номер стоит одинаково В зависимости от того Приедете сюда один Или приедете вы сюда втроем Стоимость номера не меняется Он небольшой Ну, достаточно все, что нужно Для рыбалки есть Ну, а сейчас возьмем с собой камеру И попробуем пробачить Всем привет Летро на базе Сейчас мы берем катер И идем за щукой Сегодня у нас по плану щука, судак Пройдемся По этой акватории Там у нас яма внизу А вот рассвет на Волге Сейчас пойдем Пойдем Нет, вот так Выйди вот сюда На бровку Сколько глубина? 16 метров Вот как сейчас стихнет Вон рыба Останавливайся А, это лещная она стоит Слышь? Это лещ Пройди еще чуть-чуть, Саш Здесь косяк леща Еще туда выйдет 13 71 метр показал, слышь? Да ладно Это на леще мы с тобой находимся, скорее всего Вот здесь, стой А почему перестал показывать метры? Толь метров Сворачивай Он что-то запиздил, бля Запиздил что-то Перезагрузи его И якорись тут, Саш Якоримся Санек, не трать горючку, якорись Вот, все, здесь Тормозим Да, здесь надо Чего? Глуши мотор Мы сейчас смотрим Ты не увидишь щупу я Только большие косяки Ну дергай тогда Бросай якорь Ну вот мы прибыли на место Сейчас я проверю глубину И начнем ловить Да, глубина здесь небольшая Здесь выход Вот здесь можно пробовать Облавливать все Что? Да Что я? Спасибо за субтитры мы стоим на каком-то свале начинаешь облавливать вот так потом ты его не разложишь если что-то забирай у нас сегодня день с тобой бойкий раз катер взяли значит надо пользоваться единственное не хочется на 3000 здесь горючки сжечь как те музыки вот на ладоге такие места были охуенные по хищнику вот там яма где вон он здесь здесь очень большая глубина куда я кинул потому что он скручивает и скручивает или нас с тобой уносит 2,9 метра это хорошая глубина с учетом того что там выход ну да где-то там периодически даже цепляется вот так а вот первая щучка за сегодняшний день я их тогда убивать уже был один по просьбе александра щука останется живой не взяли мы спец инструменты поэтому работаем как обычно маленький щуренок на самом деле ну важно начать руки всем привет сегодня наш крайний день на базе завтра мы отправляемся обратно в москву подходит концу наше путешествие получили много положительных эмоций от этого отдыха отдохнули посмотрели новое были волгограде на моем кургане отдохнули дикарями приехали на базу сидим обедаем выпиваем местный колорит не подумайте это не телега это не водка телега это в местной какой-то магазинчике мы прикупили местного самогона сидим и смотрим на волгу клёва по-прежнему нет под волшским была открыта дамба дамба уже открыта в районе недели вода упала упала где-то на полтора метра нигде ничего не клюет из видка попадается лечь сегодня всю утрянку провели ловил синец мелкий грамм по 100 наверное ловилась достаточно много но я сидел и все просто выбрасывал потому что нам такого размера рыбы не нужно вот впереди видна песчаная коса с шикарным пляжем как говорят там ловится судак но судака фактически сейчас нету рыба скатилась мелочь дергала мы выпускали а ну вот есть красивые крупные такие это не крупный а у нас вот такие это долбали от сенец до маленький такой мы все выиграл забор вам кстати это у нас уже уедем у нас там ракушка а вот местные собаки хотят что-то вкусного вкусного хотят это тебе так тихо не лезь не лезь это подожди стоп это тебе черный не лезь ну съел вкусно иди охране где просята там свиньи ходит по берегу здесь ходит целое стадо свиней кстати очень достаточно оригинально все здесь выглядит с точки зрения животных ходят коровы совершенно свободно никто их не пасет ничего то есть по всем острову по всем побережью ходят коровы также ходит стадо свиней здесь часто подходит пара свинья с поросятами совершенно маленькие там пару месяцев поросятами никто их не охраняет откуда они тоже никто не знает то есть животные пасутся просто сама выпасом на базе еще идет какое-то строительство нет это не породистые собаки но кто-то был замешан у этого рыжего вот так достаточно приятная база как резервы рассказывают ребята егере что ловится достаточно неплохо но сейчас из-за именно из-за дамбы все это произошло в принципе и можно наверное верить потому что мы были достаточно недалеко на малых реках и там такая ситуация то есть тоже ничего не ловится ну я думаю что имеет смысл приехать сюда будет в другое время в другой год допустим посмотреть я не думаю что на волге такая плохая рыбалка я думаю что просто действительно здесь что-то сейчас произошло ну а дальше будет видно в общем так надеюсь вам понравился наш фильм о наших приключениях завтра нас ждет обратная дорога посмотрим может быть что-то еще получится снять подписывайтесь на мой канал ставьте лайки кидайте ссылки на свои видео по рыбалке охоте на волге и итак проверяем самовник на волге к берегу привязывается веревка уходит в яму сейчас на данный момент первый подшипник вот утром мы его проверяли здесь подшипник стоит еще но грубо говоря это груз то есть может быть что угодно камень кирпич и он замыливается вот саша его пытается вытащить сейчас практически его невозможно это сделать замыливает буквально за несколько часов мы проверяли в районе 8 часов утра сейчас в районе трех часов дня там но 4 и все собственно говоря и перебирая руками да для тех кто не знает снасть разрешенная разрешенная в том случае если у вас не более девяти крючков собственно представляет из себя перемет то есть это по сути своей обычный перемет вот он подшипник стоит смысл этого подшипника в том чтобы снасть лежала на дне и и не поднимала да два дня мы ее ставили на мидий на мидий сжирает все поэтому мы поехали и поймали лягушек давайте я сейчас пересяду александр будет выводить крючки первый крючок первый крючок обломан но фактически на первом крючке у нас сегодня я не помню оставалась какая-то целая то есть ты хочешь сказать что у нас обожрал но давайте ради этого дела мы сейчас оденем сюда крючок то есть фактически ты хочешь сказать что днем а ты сейчас когда тянул не чувствовал ничего какого-то усилия если честно я чего-то не могу найти своего ножа сейчас висит виси на нем основное на что мы сегодня делаем ставку это делаем ставку именно на самовку на этом крючке сломали ну сашу мог сгнить один вариант саш посмотри под ногами нож я не могу его найти если честно у меня нет ножа но он был тут как бы он фактически где-то тут у нас вот он давай его сюда а я не знаю ты его не отрежешь это железный траволос обалдеть ну да пойдемте дальше здесь мы ничего не сможем отрезать на самом деле да обалдеть доставляете на железном тросу стоял крючок вот такого размера саша этот не разогнутый вот такого размера да вот такой крючок слушай на этом крючке нет зазубрины саши чуть-чуть под разогнут а как ты на нем удержишь рыбу без зазубрины а не да значит зазубрина фактически второй у нас стоит без зазубрины крючок ладно зажай сюда рапана обычно да мы его сейчас снимем а я его переставлю на наш крючок держи пусть крючок и небольшой так ну вот так же мы его вставим как он и был я думаю что то с какой силой он тут встает будет вполне достаточно восьмерку можно а не надо никакую восьмерку просто одеваешь его вот так фактически и затягиваешь то есть все сейчас я не знаю что ну видишь встал в зажим ну а что мы сейчас можем сделать давай откроем ракушку поставим это разогнут надо Диме показать будет он разогнут на сделай ты можешь как ее сделать и все если что скажешь я хватану трос и вот здесь не ведро на мат просунул в ушко Саш и одел на крючок вот этот старайся серьезная ракушка вот этот старайся что давит да нет нормально там все если его и сорвет то его сорвет сом очень крупный давай крючок сюда насаживается мидия вот так здесь есть твердая часть то есть мы ее насаживаем продеваем внутрь и снова выводим вот сюда чтобы жаловиться немножко воткнул в твердую часть но не выходила наружу сейчас давай по другому немножко поближе к твердой и опять в мягкую и опять в твердую ну вот так и есть и опять в твердую вошло но не вышел наружу все мы его накидываем следующую да если крючок будет нормальным то мы оденем сейчас жабу почему жабу потому что смотри крючок вот это хороший крючок вот это крючок но сама хорошая сжала хорошая зазубрина посмотрите этот крючок в сравнении с моим пальцем и сейчас мы берем одну из лягушек что это торчит за ляжку прицепляй цепляем лягушку за ляжку так дольше зацепить за хребет она просто будет дольше будет жить у нас эта лягушка как бы ее так зацепить чтобы ее тоже не убить особо бы не травмировать да я думаю что где то вот так вот мы ее зацепим и уведем сюда в ногу так вот я думаю что он будет закладывать скорее всего сглоп выводить мы наверное не будем эту мы ее заведем в ляжку вот сюда и оставим ее в ноге где то вот тут вот вот и все вот это вот шансная вещь то есть первый крючок был пустой второй крючок второй крючок такой же накрываем и снова берем жабу также заводим ее в ляжку чтобы не повредить внутренние органы и проводим ее из ляжки вот это очень хорошо если она будет кричать в принципе сама заинтересует какие вещи сошла на дно сразу это отлично пусть идет здесь самые перспективные места с точки зрения это наш уже крючок еще остались две лягушки она стоит стоит Саш ну и что мы прямо к перловице и оденем ее главное чтоб заглотил все остальное так выведем выведем да да лягушка от этого не погибнет будет шевелиться ну и крайняя наша лягушка из пойманных сегодня отправляется искать самов где-то надо поиск самов бедро так же выводим сюда крючок так же его заставляем и оставляем вот здесь под кожей когда он ее хорошо заглотит остальные оденем как его она и ногой двигается она и ногой двигается вживаясь и вживаясь да да это поиск и переводится но у нас больше других вариантов не остается кроме как повеситься сюда ракушки сюда можно по нескольку штук насаживать через твердое место давай по 1 раз да надеваем раз проводим ее здесь и выводим через такое же твердое место и ждем вторую если кто не знает открывается ракушка ножом вводим посередине как раз провели до конца довели и начинаем как бы ее на разлом вести поддевая ногтем ракушка раздвигается и вот она открыта выбрасываем сюда так же заводим через твердое место и выводим сюда вот такая достаточно неплохая приманка на нетрупного сома почему там лягушки а здесь маленькие потому что самый выход из ямы мы на него рассчитываем выход из ямы находится именно там сейчас да собственно последняя наша ставка в этой поездке я думаю что мы больше ставится не будем то есть нам либо везет либо не везет любой сом нас устроит большой маленький сейчас любой завтра с утра ехали за хищником один сом у нас есть на видео мы по моему не успели снять но он у нас снят на на фото на видео нет на фото есть ну попробуем если будем монтировать это видео вложим небольшой сом на самом деле но за эту поездку он единственный поэтому имеет право соменок и сам он вообще редко спел больше сложно поймать именно охотиться квотчить мы не умеем да хотя фактически очень интересно было бы научиться это делать сом довольно таки очень агрессивно когда тянешь сопротивление огромное да даже тот маленький сом которого поймали ночью поймали на червя он очень активно сопротивление оказывал там было совершенно непонятно что мы тянем когда вытянули казалось что зацепь даже бревной как будто бы тянешь да ну вначале на самом деле пока не начались рывки но потому что он кольцом делает свой хвост и получается как будто он гребет как лопатка да хотя соменок был небольшой но очень порадовал нас своей неожиданностью мы поставили донку на леща на пучки червей небольшие пучки навозного червя которые здесь продаются в любом населенном пункте по 40 сколько по 45 рублей 50 рублей 45 рублей там что-то а там 50 рублей он стоит а там 45 червей они обещают но на самом деле фактически по моему там нет 45 червей обманывают они русского человека ну не суть червь маленький клюет на него всякой мелочь и да ловить на волге леща мы поговорили с лещатниками вон они кстати стоят куруза опарыш и червя ну да опарыша и червя ловится как они сказали маленький то есть большой может быть и может клюнуть но вас задолбает мелкий перед тем как вы поймаете если вы вообще его успеете поймать да сейчас мы пока солнышко еще светит мы мужикам подойдем и встанем там вот последний у нас крючок да встанем там рядом с мужиками на леща покажи пример насколько мы от берега отошли на самом деле недалеко но не стоит ну это кажется что недалеко на самом деле метров 40 40 ну 35 40 метров не больше 30 это последний у нас крючок это 9 крючок выход из ямы на перемете нет это мне кажется как раз конечно не выход от самой ямы смотрите кстати как ракушка ракушка мама видимо первый раз видим на самом деле я по крайней мере вот это и на ней много много маленьких маленьких мы сразу скидываем не знаю правильно мы делаем или нет ну уж такую мы ее вытащили открываем эту ракушку и она у нас идет на корм рыбам открыли остальное сбросили и снова самые сезоны очень любят на это на самом деле да любая рыба ловится то есть если вы хотите самые универсальные насадки то вот эта самая универсальная насадка на нее поймать можно все начиная с щука судак окуль сом все что угодно ловится на эту насадку ну а сейчас ребята мы идем в сторону леща я думаю я думаю сегодня можно попробовать немножко к берегу дальше клюет на глубине мелочь крупные ходят видели по эхолоту да по эхолоту на этой яме рыбы полно мы проходили эхолоту это зимовальная яма которая не обозначена как официально зимовальная вот там дальше мы подъезжали там где сейчас идет боржа вот на фоне нее с левой стороны на берегу да там прям табличка стоит зимовальная яма соответственно зимовальной яме рыбалка запрещена ну зимой соответственно как летом не знаю мы на волге первый раз поэтому мы новички в этом деле только все изучаем сейчас там полно диких таких ставок то есть вот видите впереди кемпинг там люди приезжают и совершенно дико себе там живут едет гисовцы да гисовцы здесь ездят денежки стригут нас хорошо не стригли потому что мы на базе на базе предупредили да они на этой базе остановились нас предупредили а почему собственно предупредили потому что мы возможно убрали катер а прав у нас нету а катер дают ну я думаю что не будем об этом подробно катер да катер нам дали но дали его не просто так а сначала спросили умеем ли мы управлять катером и после того как мы показали это на практике в том что мы умеем ходить и на веслах и на катере на моторе нам его дали ау а вот сидит фазан на дороге совершенно ничего не боится сейчас мы будем подъезжать к нему оп 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 вот фазан по дороге птица такая достаточно осторожная доста охотиться мне кажется на нее не сложно точнее не осторожная как тут уже не первая встреча у нас с ним случается и пострелить можно было да совершенно спокойно машина машина не не боится да и человек по моему она достаточно неплохо подпускает а вот в таких домах дамба по которой едем насыпь а это не просто дорога это для воды чтобы не затапливало при сильных наводнениях да с той стороны вода хотя как ни странно дома стоят именно там дома все очень такие бедные ни у кого нет таких более современных заборов там и так далее сарай все мазанки вот смотрите да работы здесь как правило у людей нету живут рыбой и разведением скотины каких-то полей с зерновыми здесь нет все сжигается палящим солнцем напротив того по моему дома встречали отсюда мы пришли да вот мы спускаемся кидаем мы базу отдыха и выезжаем на москву и на москву и на москву в и в и в и в и в и и в и в и в и в и в и в и в и в в и в и в и в и в и в и и в 100 как думаешь здесь змеи есть 6 Обалдеть, сколько фазов, я уже не знаю, на каком состоянии камера передает или нет, но их там просто, вон еще один бежит, мы оттуда переезжаем, очень уровень воды упал, да, берег такой обрывистый, итак, мы остановились к подсолнухам, целая поля здесь подсолнечника, это уже у нас Волгоградская область, идем, смотрим под ноги, чтобы не задавить какую-нибудь очередную змею, камень вот этот хороший, Саша? Саша профессионал, он знает, что в подсолнухе Танек, а вот эти штуки очищать?